Я беременна? Помнишь ли ты, когда ты была маленькой, кем ты хотела стать, когда вырастешь? Внимание! Дворником! Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео со своей мамой. Привет, ребята! Карина говорила, что вы очень хотите увидеть ее маму, поэтому я здесь. Да, и на самом деле я свою маму очень долго уговаривала сняться со мной в ролике, поучаствовать там как-нибудь. Но мама была категорически против, и бывало такое, что я даже снимала над ней пранки, которые ей не очень сильно нравились. Что это такое? Что здесь происходит? Я один раз тебя оставила дома, что это такое? Но сегодня это совершилось, и моя мама сидит со мной в кадре, и сегодня мы узнаем, кто из нас знает друг друга лучше. Мы подготовили определенные вопросики, написали их заметки, и у них есть три варианта ответа, и один из них окажется правильным. Мама задала вопросы про себя, а я про себя. Ребята, это мой первый раз, это мой дебют, поэтому не судите строго, надеюсь, что вам понравится. Также хочу напомнить вам о том, что у меня есть мой инстаграм. Ник, вы его видите сейчас на своих экранах, обязательно подписывайтесь. А также, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. А также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеру. И давайте начинать? Да, давайте начинать, поехали! Так, ну что ж, я, пожалуй, или ты? Кто первый начинает? Я, конечно, по старшинству. Хорошо, без проблем, натинай. Ну, сейчас проверим, моя Кариночка, твои знания мамочки своей. Ну, я думаю, что... Сколько ты меня знаешь, моя дорогая? Я думаю, что я тебя хорошо знаю, мам, потому что... Последнее время мы с мамой очень много времени проводим вместе, и я думаю, что я смогу практически на все вопросы ответить. Думаю, даже на все. Ну-ка, скажи-ка мне, моя дорогая, моя первая заграничная поездка была в какую страну? Варианты ответа нужны тебе? Или, может, ты с вами знаешь? Нет, но мне кажется, что я и смогу без них вот на этот вопрос ответить. Турция? Нет! Нет? Ты же мне говорила, что ты ездила очень часто за границу в Турцию. Ну, это... да, я привозила оттуда товар, это что-то такое было, да, но это было недолго. Вот, но это было уже после, позднее, поэтому первая заграница была моя, конечно, не Турция. Ну что, ну что, ну давай я подумаю. С папой, может быть, ты ездила в Грузию, в Армению? Нет, тоже было позднее. Это Европа, на букву И. Испания? Да! Все, я все, я поняла, но почему-то я думала, что Турция, ты же мне очень часто рассказывала про Турцию, как тебе это нравилось. Я была очень много раз, поэтому, соответственно, и ты была много раз. Ну да. Я, кстати, так и думала, что ты ответила, не сомневалась, так что вот тебе и ответ. Мама мне очень много всего рассказывала про Турцию, я подумала, что почему бы и не назвать. Но ладно, я угадала, хоть и не с первого раза, но ничего страшного. Итак, теперь я, мама, не подглядывай. Какой десерт я люблю больше всего? Три варианта ответа. Фельмени. И все... Ну, мам, это не десерт. Не поли тут картошку жареную и всякую бяку, короче, жареную. Всякую бяку, ну да, но это не десерт. Так что из десертов тут козинак, мочи и торт безе. Козинак, мочи и торт безе. Я все люблю, я знаю. Все из этого, ребят, я просто обожаю. Все, мне это очень нравится. Мне очень интересно, как это у нее все переваривается, и она остается в такой же форме. Я не знаю, потому что... Делать бы так же. Да, я очень много ем сладкого, очень много ем вообще всего. Мама иногда меня даже ругает, типа, Карин, прекращай так много жрать. Я реально очень много ем. Мамка заходит утром на кухню, что-то позавтракала, уходит. Через полчаса приходит, мам, что поесть? Я еще из кухни не успела выйти, посуду не убрала, а она уже пришла обедать. Да, так сказать. И так у меня всегда, я без еды просто жить не могу. Так вот, как ты думаешь, что я люблю из этого больше всего? Больше всего казинак, безе, торт безе или что? Мочи. Ну, мочи в последнее время ты ешь практически каждый день. Да, и очень часто, кстати, из-за этого заболеваю. Я вам, ребят, не один раз говорила, что это такое японское мороженое. Я его ела один раз настолько много, что слегла на две недели просто с ангиной и все. И не вылазила из-за своей комнаты вообще. Почти месяц болела. Поэтому ешьте мороженое, но не в таких дозах, как некоторые. Да, согласна. Ты останавливаешься на мочи. Да, и ты угадала. Я обожаю мочи. Я-то тебя знаю. Ну и что, ну, безе. Вот представь, что безе бы у меня тоже дома лежало, например, каждый день в холодильнике. Ну, ешь рыбу ради бога. Ну вот, я бы тогда больше любила, мне кажется, этот торт, правильно? Нет, вообще надо со сладким поаккуратнее, поосторожнее. Это же все красота. Тем более ты красивая девочка, надо о себе думать, заботиться. Заботиться. И поменьше есть сладкого. Да. Окей, теперь тогда давай ты. Какой ты следующий вопрос подготовила? Так что я подготовила. Про себя вопрос, да? Про себя. Ну, какую марку одежды я люблю? Вот это ты должна уже угадать. Максмара. Я еще даже не сказала ничего. Да это же легко, это вообще проще простого. Мама мне очень часто говорит про свою любимую одежду или показывает, что она купила. Мы там делимся какими-то обновками и постоянно в последнее время я замечаю, что она чаще всего покупает какую-то одежду именно в Максмаре. Может быть, Массима Дути там, но Максмару ты любишь больше. Да, Максмару я очень люблю, но именно почему-то в последнее время я ее полюбила. Карину пытаюсь туда загнать, но она приходит и говорит, мама, что это за бабкина одежда? Да, 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 мне вообще... Ну, там такое женственное, конечно, но... Ну, женственный, да, но... Да, мамы любят больше женственный стиль, подбирают мне постоянно какие-то кофточки, кидают фотографии и... Бывает такое, что мне нравятся фотографии, я прихожу в магазин и думаю, боже мой, это типа мне не подходит, на мне не так сидит и... Всегда бывает по-разному, но я рада, что я угадала сразу с твоим любимым магазином, это легко. Молодец. Что ты хоть замечаешь за мамой? Да. Это оскорбление можно считать или что? Нет, это комплимент. Не подглядывай, смотри-ка. С какого периода я начала делать длинные ногти? Полгода назад. Два года назад. Или год назад. Я же часто же ходила, помнишь, все время с коротенькими, с коротенькими и... Потом резко бац! Ну, с длинными ты, наверное, год, не думаю, что больше. Да, год. Год. Ты угадала год ровно. Почему? Потому что я заходила в... Смотри, в папочку с моими ногтями и там пролистала все время все ногти, которые я выкладывала. И видишь, последние ногти, то есть самые длинные, которые я делала, и начала вообще их делать. 49 недель назад. Я зашла, короче, в калькулятор. Это 343 дня. Ровно практически год. Понимаешь, я уже год хожу с длинными ногтями, и мне это безумно нравится. Так что... Дома делает дома у нас домашние дела. Какие у нас у нас с такими ноготочками делать? Я делаю, мам, ну хватит! На пыль вытирать любит готовить, пельмешки стряпать. Не очень хорошо получается. Да, с моими ногтями-то да. Недавно мы лепили пельмени, кстати. Карина была инициатором, очень хотела пельмени постряпать вместе с нами на Новый год. И... Получилось, что получилось. Получилось, что... Вот так вот она лепила. Я даже укладывала историю, получилось что-то, ребят, вот наподобие вот этого. Просто посмотрите на эту пельмень. Каждый пельмень был уникален. Там были разные виды органов человеческих. Да, реально. Всякие человеческие органы, там, я не знаю, какие только не называла в пельмени, бассейн, там, я не знаю, это... Писька. Писька, да. Это, блин, я не знаю, слон, там, хобот, титьки, я не знаю, вообще просто все, что взбредет в голову, все это. А потом, когда мы их сварили, был фарш отделенный от теста. Но получилось очень круто. Мы круто провели время. Итак, мама угадала, да, и действительно начала делать длинные ногти год назад. Теперь ты, мамы, посмотрим. Ой, моя дорогая, скажи-ка мне вот такой вопрос, какая ты была в детстве, легко ли мне было с тобой? Мне кажется, нелегко. И я сразу могу ответить на этот вопрос. Я была бешеным ребенком, мне все не нравилось, я очень часто нервничала, орала, кричала, все ломала. Карина была психопатичной личностью сразу с момента рождения. Даже, наверное, я бы сказала, с момента зачатия, когда мы узнали, что я беременна, там уже Карина начала себя вести подобающим образом. И, соответственно, мы ей имя такое придумали, что такое Карина, там уже такая настоящая Карина. У нас родилась Карина и такая прям вот с железным характером. И все должно быть по ее с самого начала было. Очень требовательным ребенком была. Ну, хотя и сейчас она требовательная, но она хоть более-менее успокоилась. Все, слава богу, хорошо. Да, да, да. И, слава богу, у меня теперь есть девочка вот такая вот, которую вы видите, ласковая и хорошая. Да. Так, следующий вопрос уже от меня. Ну, а перед этим я совсем забыла задать тебе вопрос, как ты относишься к моим длинным ногтям. Вернемся к тому вопросу про ногти. Специально записала, но забыла его задать. Не знаю, честно говоря, не очень хорошо, потому что этот человек должен помогать по домашнему хозяйству как-то хотя бы минимально. Хотя бы там, ну, не знаю, пропылесосить, убрать за собой где-то что-то. Но, знаете, когда вопрос возникает, ну, про уборку там или что-то где-то подобрать, убрать, прибрать, она начинает сразу вспоминать, они пригласили нам уборщицу. Потому что, мам, ну, я же блогер, у меня же тут, видите, 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 видите такие ногти, я же тут вся такая модель красотка. Ну, я люблю, типа, иногда убираться, но почему бы и не... Это когда вдохновление у тебя? Да, 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 вдохновление. Какое вдохновение? Вдохновение, да, да, да. Я люблю прибираться, но не часто, когда у меня, типа, знаете, желание такое резкое, блин, что у меня грязно, нужно само это все сделать. Но хорошо, что я не всегда сваливаю это все на свои длинные ногти, потому что их может мой папа, например, за одну секунду спилить и сказать, ну-ка, иди убирайся. Поэтому мы стараемся, конечно, дело до папы не доводить. Да, ну, хотя бы так. Ну и мой вопрос, куда я впервые полетела одна? Три варианта ответа. Екатеринбург, Сочи или с Челябинска в Москву? Ну, это такой, знаешь, с подковыркой вопрос. Полетела одна, имеется в виду не прям одна-одна, а без вас. Ну, Екатеринбург этот был, Карина, у меня спрашиваешь, у мамы, куда же ты полетела? Ну, одну... Естественно, ты угадала, это был Екатеринбург, но... Естественно, как же я не угадаю, куда моя дочь первый раз полетела. Кстати, я вот с этим тупанула, но я думала, что ты можешь, типа, как-то запутаться, я не знаю. Ну, естественно. Помнишь ли ты, когда ты была маленькой, кем ты хотела стать, когда вырастешь? Ой-ой-ой. Нет, не помню, реально. Я могла хотеть стать кем угодно, мам. Певицей, актрисой, врачом, ветеринаром, вообще кем угодно. Три варианта ответа хочешь? Давай, давай. Родовцом изначально, певицей. Ага. Ты уже один вариант сказала из этого. И, внимание, дворником. В смысле? В смысле дворником? Ну, тебе очень нравилось, как там всякие тетки подметали у нас подъезда. Тебе очень нравилось, ты еще ходила и говорила, мама, мы вот там забыли подмести. И вот там еще... Реально? Я не помню этого. Капец, ребятки. Я и дворник, да? Представьте себе, я хотела стать дворником. Вот даже... Она отрастила себе такие ногти, что, не дай бог, это не случилось. Не произошло, да-да-да. Ну, блин, капец. Я даже подумать об этом не могла. Ну, естественно, я была ребенком. Вот. Ну, что-то из этого сбылось? Синица, например, ты что-то пытаешься петь? Пытаюсь петь, но голос мне мой совершенно не нравится. Я недовольна голосом вообще своим. Окей, когда я начала снимать видео? Легкие вопросы, три варианта ответа. 2014 год, 2013 и 2015. Ну, это примерно лет 10 назад. Не-е-е-ет. Что, больше? Нет, меньше. Хочется сказать, я чего начала снимать в 16 лет? Ой, в 6 лет? Примерно с 10 лет же ты снимаешь? Где-то так. Ну, изначально-то, я думаю, ты помнишь, да, что я начинала снимать видео, просто не выкладывая их. На планшет там всякую вот эту фигню. Да, Карина очень увлеклась потом этим процессом. Мы категорически вообще как-то были против этого всего. Нам не нравилось, что она иногда замещает учебу вот этим своим увлечением. И противились всему этому, но когда у нее определенное количество подписчиков, такое немаленькое, уже достигло, какое, не помнишь? Когда было число, когда одна девушка, нет, уже начинала получать какой-то доход. А-а-а. И одна девочка, очень такая завистливая, не будем говорить ее имя, пока Кариночка там у нас, она любит где-то там отойти, бросить свои гаджеты. Да. И девочка взяла и удалила ее канал полностью каким-то вот таким вот хитрым, хитромудрым образом. Все ролики на канале, полностью его почистила, там не было никакой информации, восстановить все это было невозможно. Естественно, я поняла, что этот человек мне завидовал. Мы с ней вместе раньше занимались этим хобби, снимали там что-то, обсуждали это. Но она просто выбрала вот такой вот легкий путь и удалила все ролики. Она себя узнает, надеюсь, сейчас в этом видео. Я думаю, что она меня смотрит и она понимает, о ком сейчас идет речь, потому что было такое, что даже прилетали мне заявки в друзья от ее имени и фамилии, понимаешь? До такого доходило, но я с такими людьми не общаюсь, и уже было понятно, что она хотела от меня, она этого получила, она удалила ролики. Вот, ну и как бы после этого момента Карина очень сильно переживала, и, соответственно, мы видели ее переживание, решили ее поддержать, подарили ей камеру, и все, и у нас пошло-поехало. Получили то, что получили. Да, да, блогера полноценного, и я стараюсь по сей день, я очень часто снимаю ролики, мне родители помогают. И заранее вот как раз я хочу задать тебе вопрос, как вы вообще сейчас к этому относитесь? Что я куда-то езжу, что-то снимаю, постоянные съемки, сценарии? Ну, сейчас, естественно, мы уже к этому относимся очень хорошо, очень положительно, Карина нашла себя, Карина чувствует себя великолепно с этим хобби, с этим уже увлечением, и, может быть, в дальнейшем это будет у нее перерастет в какую-то профессию более серьезно. Вот, поэтому поддерживаем, конечно, надеемся, что все у нее сложится. Я тоже на это надеюсь, да и так сейчас вроде все идет гладко, как я хотела, как я планировала, я добилась того числа аудитории, какого я и хотела, и продолжаю расти дальше, вот, поэтому все прекрасно. Ну и последний вопрос, у мамы закончились вопросы, сколько просмотров набрал пранк над тобой? Я говорила тебе, что больше миллиона, что он очень зашел, но... Нет, он набрал сколько-то миллионов. Да, прям сколько-то миллионов, но я думала, что ты была очень зла, да, что я над тобой сняла этот пранк, все были просто в шоке. Первое время, да, но я надеюсь, больше ты не будешь так над мамочкой издеваться. Нет, вам прости, пожалуйста, я правда не хотела, но я по-другому реально маму не могла уговорить сняться в ролике, она очень долго потом на меня злилась, но не зря, да, я все-таки сняла это видео, ролик очень много набрал просмотров, вся аудитория начала поддерживать маму, типа, блин, у тебя такая крутая мама, такая красивая, снимай, типа, почаще каких-то роликов. На канал, я ей показывала эти комментарии, она такая, блин, а может реально, там, вот так, вот так вот, и вот сейчас мы сидим и снимаем это видео. Да? Вот, ну а мы, наверное, будем заканчивать и хотим сказать вам большое спасибо за просмотр этого видео, если оно вам понравилось, напишите об этом ниже в комментариях, поддержите маму, чтобы она согласилась и в будущем со мной сняться, еще в каком-нибудь ролике. Я очень этого хочу, мне это... Напишите, в каком ролике. Да, напишите, какое видео вы хотите видеть с моей мамой. Вот, и спасибо вам за просмотр. Я получила удовольствие, между прочим, получила опыт какой-то сейчас, такой маленький, в том, что я снялась, в том, что я смогла и помогла. Да, и помогла. Надеюсь, что не осудите строго и поддержите нас. Да, я думаю, что у меня зрители все добрые, они все нас поддерживают, вот, ну а мы с вами прощаемся. Спасибо вам за просмотр и всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok